Пуга, 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 беги, беги быстрей, быстрей, Пуга, Пуга... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Все травка зеленеет и я как большой любитель супов, вы это прекрасно знаете, сегодня хочу сварить настоящий суп зеленый с крапивой. Можно назвать его зеленые щи, можно назвать как угодно, но я его называю весенний суп с крапивой. Так вкуснее и понятнее. У меня костер уже разожжен, говядина лежит в казане. Я взял грудинку, переходящую в пашину, здесь много жилок, жирок есть, косточки, в общем, все будет вкусно. Пока варится бульон, я его сразу же посолю. Сразу же добавлю половинку луковицы, чтобы бульон стал вкуснее, надо луковицу подпалить чуть-чуть. Две лаврушечки, я их отправляю сюда и чуть-чуть черного перца сразу. Вода начнет закипать вместе с пеной. Часть перца уйдет, но вкус останется. Потом добавим еще зубчик чеснока, давайте еще немного сюда его, так сказать, при варке. Все, бросаем. Крапиву нужно варить, пока у нее мягкие стебельки. Потом уже ближе к началу лета они дубеют, и вы просто жевать ее не сможете. Ну, то есть, сможете, конечно, она будет как соломонах на зубах. Поэтому пока весна, нужно быстро ловить моменты, варить витаминные щи или зеленый суп. Называйте каждый по-своему, потому что ингредиенты у каждого разные. Кто-то щавель добавляет, кто-то добавляет одуванчик, кто-то еще что-то добавляет. Но суть одна. Весна, время витаминов. Мясо закипело, накипь. Обязательно снимите. Оно варится будет примерно час, потому что ребра, с грудинкой в смысле, с частью ребер. Много жилок. Для этого нужно время. Но зато потом ваши ожидания будут вознаграждены. Сейчас слегка подварится, его можно будет разрезать, где-то кусок огромный. Но пока пусть варится так, как есть. Все. Закрываю крышку. Маленькие щепочки подкладываю, поддерживаю огонек. Большой поленок положили. Будет гореть много жара. И вам ни туда, ни сюда не сможете регулировать температуру. А когда маленькие щепочки подкладываете, они быстро горят. Чаще нужно подкладывать. Но зато вы можете регулировать плавно температуру. И следить, чтобы еще пена образовалась. Следите за процессом кипения и следите за пенообразованием. Что это вы варите? Пену варим. А вкусно? Отлично будет. Че там так кипит-то у нас? О! Я порылся в холодильнике, нашел у себя большое количество зелени. Но все-таки щи зеленый у нас. Суп зеленый, весенний. Несмотря на то, что укроп уже был на грядке. И кинза, конечно, ей для нее еще рановато. Это, честно признаюсь, армянская сырынка. Но, тем не менее, она тоже пойдет туда. Лучок. Лучок. Одна луковица у нас, так сказать, в процессе. Вместе с картошкой отправится в котелок. Просто нарезаем мелко. Он не будет ни обжарен никакой. Просто будет обычный лук в свежих щах. Любая зажарка, которую вы делаете для летнего или весеннего супа, она делает его менее свежим. Поэтому, несмотря на то, что многие люди не любят вареный лук, здесь будет вареный лук. С картошкой, значит, все банально просто. Как вы привыкли резать картошку, так и режьте ее. Ну, без чеснока мы никуда, понимаете, да? И вы тоже никуда. Летний дачный суп без чеснока. Ну, ладно, так не бывает. Летний дачный суп. 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 вот это все в мусор все мясо почти что сварено почти сказал видите косточка совсем не выходит но она уже находится на стадии сказать готовности сейчас мы просто нарежем помельче оставшееся мясо я сейчас дорежу но мне главное освободить вот эту тарелочку пусть уже все сказать доваривается вместе с картошкой и луком крапиву режем мелко ну в смысле мелко знаете как ну как получится крапивку перекладываю сюда потому что мы в конце все за раз раз и высыпем с укропом тоже самое укроп помельче кинза уже начинается весенние с толстыми стеблями с такими прям дубовыми но эти стебель очки я не выбрасываю все нарезаю потому что в них самый цимис тем более если мы говорим о огородной походной дачной кухне картошка уже обварилась и пора пробовать что у нас вообще там в казане происходит перед закладкой зеленых травок муравок о кипит шикарно шикарно сразу перец надо намолоть потому что в любом случае он туда пойдет в таком количестве да в любом в общем то кто-то хочет просто для вкуса кто-то хочет целиком чайную ложку здесь 15 литров я думаю этого вообще будет выше крыши шикарно но соли маловато добавляем перемешиваем как в при большом объеме мы это все делаем добавляем перемешиваем пробуем добавляем перемешиваем пробуем как только поняли что соли достаточно все не добавляем все достаточно а вот чесночка а вот чесночка думаю 4 зубчика маловато еще штуки 4 почищу так что у нас с картошкой ой картошечка сварилась в казане кстати вот в супах очень быстро варится картошка даже неожиданно быстро некоторые прям удивляются тебя вашу картошка сварилась вроде только-только же засыпали зелень вся наша нашинкованная вот она отправляется у нас в казан сразу же чеснок все наши зеленые щи готовы здесь не нужно ни в коем случае варить крапиву два часа и так далее только прихватилась все поэтому уже пора снимать все перемешали и на стол если у вас есть в огороде салат свежий вот такой вот зеленый обычно он очень быстро растет его тоже кстати можно с удовольствием отправить в суп можно даже нарвать в тарелке потом налить суп китайцы так делают азиаты так делают турки так делают добавляют зелень салата в супы получается очень вкусно по весеннему азиаты так делают все перемешали и все перемешали все перемешали Продолжение следует...